Необычным мамам необычные детки. Справятся ли наши героини с волшебными младенцами? Давайте разберемся с самого начала. И вот наши счастливые мамы. И не менее счастливые отцы не могут сдерживать эмоции. Первыми роддом покинули Кэролайн и Фаер Макс. Мартин даже подарок малышу приготовил. Правда, мама считает, что для малыша еще слишком рано играть с пиротехникой. А вот Джим приготовил для дочери огромную коробку мороженого. Он так счастлив. Впрочем, Эмбер, держа на руках крошечную Эльзу, тоже светится счастьем. У наших парочек начинается совсем новый этап жизни. Макс ведет себя весьма беспокойно. Кэролайн, возможно, малышу пора поменять подгузники? Да, запах подтверждает подозрение. Маленький проказник. Сейчас тебе поменяют пеленки. Правда, это необычный малыш. Не зря огненный Макс получил свое имя. Ну и дыра. Похоже, ему не подойдут подгузники для обычных детей. Такому ребенку нужны термостойкие памперсы. Таких огненному ребенку будет комфортнее. Да и о пожарной безопасности придется думать немного меньше. Отлично. Максу, кажется, нравится такая замена. Он, наконец, уснул. Огненному чаду не подойдет обычное молоко. Если огненный малыш проголодался, а стрелки часов как раз говорят о том, что пришло время, на помощь Кэролайн придет старое доброе лавовое молоко. О, осторожно, очень горячее, но не для Кэролайн. То, что для обычных людей комнатная температура, для огненных Арктика. Макс, приятного аппетита. А если ваш ребенок из ледяного семейства, например, как Эльза, вам понадобится совершенно другое питание. В бутылочку нужно будет налить молоко и при помощи волшебной ложки хорошенько его охладить. Такая ложка не даст молоку превратиться в лед, но охладит до отрицательных температур. Ледяные детки просто обожают прохладу. И Эльза тому подтверждение. С появлением Эльзы у Эмбер очень много забот. И одна из них – смена подгузников. Конечно, холодные детки не подойдут обычные. Тут нужен особый подход. И Эмбер прекрасно это понимает. Она хорошо подготовилась. Сперва Эльзу нужно охладить специальной присыпкой. Вот так. А теперь пришло время супер охлажденных подгузников. Ледяная свежесть и ледяное спокойствие. Ты спокойна, крошка. Эмбер и Кэролайн присматривают коляски. Эмбер нашла подходящую. Правда, цена кусается, как мороз. У Кэролайн другой подход. Она знает, где найти горячую цену. То, что нужно. Вот, посмотри, Эмбер, в два раза дешевле. Эмбер оценила такой совет, но все равно закажет коляску с холодным сердцем. Для ребенка ничего не жалко. Кэролайн и Эмбер устали от деток. Да, мамам тоже нужно отдыхать. Решение есть. Похоже, подруги решают провести день вместе, оставив малышей на отцов. Мартин еще не догадывается, какое испытание ему подготовили Кэролайн и Эмбер. У тебя будет безумный день, дружище. С одним малышом бывает сложно справиться. А тут сразу два. Да еще каких. Оу, придется одновременно поменять подгузники. Ох, Мартин, не завидуем тебе. Для смены подгузников Эльзы Мартин нарядился, как будто собрался на Северный полюс. От этой малышки не знаешь, чего ждать. А вот для замены пеленок Фаер Макса Мартин должен одеться, как настоящий пожарник. Огненный малыш – это вам не шутки. Мартину на подмогу прибыл Джим. В четыре руки будет куда проще справиться с этими проказниками. Пока малыши спокойны, отцы могут отдохнуть. Правда, кола теплая, а попкорны сделать совсем забыли. Но это не проблема. Для отцов – волшебных деток. Макс сделает отцам попкорн. А Эльза сделает ледяную колу. Можно просто приложить к детям закуски. Это даже их не разбудит. И все же парни ведут себя совсем как дети. Детки проснулись, и пришло время перекусить. Справитесь, папы. Джим выглядит уверенно. Что может пойти не так? Кушай, Эльза. Вырастешь красавицей. Джим неплохо справился. О, нет. Кажется, малышка сейчас срыгнет. Хорошо, что снег запросто счищается. А вот с Файермаксом, похоже, будет сложнее. Зря Мартин не вооружился противопожарной одеждой. Футболку придется выбросить. Но это не беда. Посмотрите, как горячо Мартин любит сына. Наконец-то мама вернулась. Как раз вовремя, чтобы уложить малышку спать. Правда, Эльза капризничает. Ей совершенно не хочется спать. Даже любимая погремушка бессильна. Кто-то совершенно против дневного сна. Может быть, она голодна? Нет, Эльза протестует. А как насчет мороженого? Аналогичная ситуация. Чего же она хочет? Точно! Малышка захотела посмотреть сказку про Эльзу. Совсем другое дело. Сладких снов, Эльза. У маленького Макса тоже нет настроения спать. Малыш противится. Неужели отец не покормил его как следует? Ест? Нет, похоже, ребенок сыт. Настолько, что обращает бутылочку в уголек. Иногда так сложно понять, что хотят дети. Может быть, он хочет свою любимую игрушку? Сковородку. Но не обычную сковородку. А сковородку с непригораемым покрытием. Отличная игрушка для огненного малыша. Детки спят, а это значит, мамы могут провести время вместе. Эмбер решила показать Кэрри альбом Эльзы. Детки так быстро растут, что нужно фиксировать буквально каждый час. У Кэролайн тоже есть альбом. Вот только все воспоминания сгорели. А впрочем, альбом не так уж и важен. Макс снова плачет. Нет, Мартин, ему еще рано есть зефир. Дай лучше его пустышку. Драконье пламя! Малыш сжег пустышку. Да уж, Макс опасный ребенок. Зато Мартин поджарил зефирки. Какой же он все-таки ребенок. Ничего, Кэролайн, еще повзрослеет. Эльза бушует, словно метель. Джим, сможешь успокоить дочку? Нет, тогда попробуй игрушку. Нужно найти что-то действенное. Мороженое мы уже проходили. Джим, это ее не успокоит. Посмотрим, что там за идея. Снова холодное сердце. Ух ты, что-то новенькое. Документальные фильмы про лавины. Малышка вырастет полярником. Джим, родная стихия мигом успокоила Эльзу. Прекрасная идея, Джим. Как же быстро растут дети. Первый месяц жизни – важная дата для ребенка. Осталось только зажечь свечу. Вот так. А теперь, Макс, загадай желание. Ох уж это пламенное дыхание. Хорошо, что Мартин уже не новичок в обращении с огненными младенцами. Учится быть отцом просто на глазах. Родители Эльзы тоже решили устроить небольшой праздник. Ух, какое морозное дыхание. Настоящая снежная королева. У свечи не было шансов. Хотя у кекса тоже. Но ничего, Джим растопит его в духовке. Скоро к этому можно будет привыкнуть. А пока можно насладиться семейным праздником. Эльза, прими наши поздравления. Старина Эль Мэджик. Он стал крестной феей для малышей. И никогда не откажет посидеть с малютками. У него даже подарочки для них имеются. Только посмотрите на этого няня. Больше него счастливы разве что родители малюток, которым удалось отдохнуть. Вот только малыши заскучали за родителями. Но нет задачи, с которой бы не справился великий Эль Мэджик. Кепка и маска для сна? Похоже, он может все, кроме понимания языка младенцев. Эль Мэджик, ну-ка соберись. Эти вещи пока не для них. Появилась идея? Нет, крестный фей, мыльные пузыри их не интересуют. Только нервируют. Они же просто хотят есть. Ну, наконец-то ты понял. Супернянь, супернянь. Наш Эль Мэджик, супернянь. Дети это так сложно. А когда дети еще и волшебные, жди приключений. Как тебе история малышки Эльзы и Макса? Расскажи нам в комментариях, кто из малышей понравился тебе больше. Не забудь заморозить лайк и зажечь подписку. До встречи в новых приключениях Трун-Трун-Трик.